Любой инструмент, он уникален своим звуком, и этот инструмент, на котором ты играешь, подставь-то разные трости и будет звучать по-другому. Поэтому тут все на самом деле очень живое, поэтому я и говорю, что это мой боевой товарищ, мой соратник, и без которого я никуда. Действительно, с кларнетом Артур Назиулин неразлучен вот уже 20 лет. Словно волшебная дудочка, инструмент извлекает различные нужные мастеру звуки. Впрочем, секрет волшебства прост. Помимо таланта артиста, дело и в самом кларнете. Он может быть разным. Достаточно переставить лишь одну деталь, и звучать будет совсем по-новому. Польется совершенно другая музыка. Слушаешь себя со стороны, записываешь, как лучше, с чем это будет лучше звучать. Потому что джазовая программа, например, естественно, я иногда балуюсь, как говорят, джазы. Совсем немножко. И там немножко другой комплект. Осваивать игру на кларнете можно бесконечно, признается Артур. Молодому уроженцу Уфы это удается мастерски. Это про него немецкий журнал «Шпигель» не так давно отозвался, как о талантливом, артистичном и виртуозно владеющем инструментом исполнителя. Кстати, в Оренбурге Артур уже не впервые. До этого приезжал вместе с пианистом Денисом Мацуевым. На этот раз в рамках программы «Звезды 21 века» он исполнит произведения Моцарта и Верди. Есть реально сильный подъем культуры. Что можно сказать и про Оренбург, про рядом регионы, которые находятся. Идет подъем и нам, артистам, очень приятно ездить, потому что строятся новые залы. Есть желание у публики ходить на интересные классические, может быть, джазовые проекты. Но перед завтрашним концертом Артур сыграл специально для нас. Виталий Сапожников, Константин Воробьев. Наше время.